Ну, так вот, понимаете, какие у нас возможности есть. Сегодня день рождения Анатолия Эдуардовича Юницкого. Пожелаем каждый, пошлем ему такой мощный посыл здоровья, успехов и творческих успехов, ну и счастья. Это очень важно, когда дополняется, наполняется энергия. Сейчас у нас была возможность посмотреть его ответы на вопросы. Я тоже сегодня кое-что выделил и хочу прокомментировать. Чешется прямо, хочется прокомментировать. Вот. И практически сегодня начну свое выступление или свой вебинар с маленького экскурса по поводу дня рождения генерального конструктора. Может быть. Ну и всегда полезно немножко листать альбом, чтобы не забывать, откуда мы идем, из чего мы идем, как мы идем и так далее. Ну и дальше ответить там на вопросы и еще посмотреть, что мы тут успеем сегодня сделать. Напоминаю, дорогие друзья, Анатолий Эдуардович Юницкий. Это август 2015 года. Полигон. Вот там весь сзади виден полигон. Там ни бульдозера, ничего еще и практически не было. Закладывается капсула времени. Их закладывалось три. Вот. Это был август 2015 года. Когда уже прошел больше года, проект прошел. Вынуждены были вернуться из Литвы и обосноваться. И, кстати, он об этом тоже говорит в своем выступлении, отвечая там на вопросы, что люди не верили. Чиновник местного самоуправления Мариной Горки пришел и сказал, ладно, берите этот участок, там дальше видно будет. Я не сильно верю в вашу технологию и что вы тут что-то сделаете. Но когда он уже впоследствии пришел и увидел в 2016 году, что есть юнибайк, Анатолий Эдуардович посчитал это декабрь месяц, извиняюсь, конец ноября месяца, своим вторым днем рождения. Он сказал, вот он первый, который проехался. Хотя самый первый тестовый, скажем. Ну, а там был другой тест. Там тестировались струнные рельсы, тестировалась устойчивость, упругость и так далее. 2009-2010 год. Вот. Ну, тут есть опять это повторилось в фотографии. То есть, одним словом, история продолжается. И это очень важно понимать и ощущать, что как менялось. 2015-2016 год. Конец 2016 года уже. Но начиналось с того, что эта площадка, вот она, сентябрь 2015 года. Там практически, ну, видите, немножко подровняли бульдозером, кое-что оставили зеленое. Все, ничего не было. Это сентябрь 2015 года. Дальше. Февраль 2016 года. Дальше. Уже первый экофест. Под большим таким, как бы, тентом. Собрались люди. Первый экофест. Первые тысячи людей посетили это. Поняли, что проект идет. И теперь хотелось бы кое-что напомнить вам. Это 2016 год, ноябрь. Мы говорили о том, что такое вообще дом с новой технологией или что. Из чего он состоит. Тут, кажется, вроде бы много всего нагромождено. Но дело в том, что у каждого дома есть фундамент. И фундамент это есть иммунная система, среда жизнедеятельности проекта. Фундаментом является, с одной стороны, ресурсы, деньги, финансы. С другой стороны, информация, технологии. Но очень важным, основным ресурсом является команда, персонал и сообщество, которое образуется в рамках этого проекта. Это все у нас присутствует, дорогие друзья. И тогда дальше начинает уже, как бы, первый или цокольный этаж строиться. Это организация, с другой стороны, человек, люди. И начинается идея на духовную готовность и зрелость этих людей. И, естественно, организации. Соблюдение экологии, обучение, социальная стабильность, которую обеспечивает проект. А он обеспечивает это. Финансовая поддержка, солидарность, лояльность, сотрудничество, кооперации, взаимоотношения. И сам проект, транспорт. Вот комната, уже комната. Это транспорт нового поколения, технология, то есть проект. Потом только подключится через адресные проекты. А, проект, Б, С, Д, Е и так далее. Но тут начинается движение транспортного поколения, технологии, ее внедрение. Внедрение производства только через технопарк, через инновационный парк Шаржев, о котором Юницкий как раз сегодня вот тоже здесь говорил. Сертификация элементов, различных элементов технологии. Это тоже, это первый адресный проект, но тем не менее, это подготовка с последующим адресным. То есть проектом, конкретным проектом конкретных объектов, объекты инвестиций, это объекты инвестиций, и это будут объекты инвестиций. Будут свои соответствующие пакеты инвестиций. И опять развитие технологий, возникновение новых проектов и так далее. То есть, вот эта жизнь на этажах, двух этажах этой комнаты. Причем соблюдаются принципы экономности, или экономный должен быть проект, безопасный, эффективный и экологичный. Вот это есть как бы под крышей проекта технологии, которая называется инновационная технология нового поколения. А дальше уже будет строиться следующее здание. Но это уже следующая история. Но это было в ноябре 2016 года, и мы с вами, те, кто тогда присутствовали, участвовали, об этом говорили. Мы говорили более подробно и более длинно. Зачем это надо было тогда? Это и сегодня не помешает, чтобы иммунная система проекта, то есть иммунная система человека, его доверие к этому проекту, его понимание этого проекта, его лояльность к этому проекту, в который, во-первых, он вложился с одной стороны, а с другой стороны, это уже его проект. Это есть это сообщество людей, это есть основа для его социальной стабильности. Верит он в это или не верит, посмотрел вот эти фотографии, посмотрел дом, это все соблюдается. И когда это соблюдается, она начинает работать, и она работает. И только тогда иммунная система человека в коронавирусе, кто болеет? Болеют те, кто испугались, те, у кого иммунная система сели, они не верят, они не видят будущего. Понимаете? И уходят эти люди. Ничего не поделаешь. Они, каждый человек делает выбор сам. Это не то, что кто-то кого-то заразил. Да, конечно, это тоже работает. Но тем не менее, пробивает там, где слабое место. Понимаете? Точно так и в системе, в проекте. И если мы с вами, скажем, не поймем этого всего, не понимаем, не поддерживаем, то тогда эти люди просто выходят из проекта, как бы они остаются рядом. Ничего страшного, но надо позаботиться, что другие люди пришли. Инвестиции нужны? Нужны. Да, инвестировать нужно? Нужно. И вот сегодня мы немножко еще остановимся. Там интересные вопросы пару есть. Вот, и я на комментариях того, о чем Анатолий Дарвич говорил, тоже еще кое-что скажу вам. Но это очень важно, дорогие друзья. И это представление дома, это так называемая, как бы, система ценностей, система принципов, которые очень важно учитывать. Все в этом проекте, в этом проекте, в будущих проектах, это все учитывалось, учитывается и будет учитываться. И это очень важно. И когда это показываешь людям, которые, как бы, хотят узнать о проекте, они говорят, да, очень важно, что это все соблюдается. Следующее. Вопросы. Значит, будет ли еще акция обратного выкупа долей? Вы знаете, мне трудно сказать, я не генеральный, то есть я, скажем так, не владелец Global Transport Investment, но могу сказать вам свое мнение. В принципе, разговор о том шел, что может быть еще обратный выкуп, потому что, понимаете, да, 75 плюс, этих людей много, и в какой-то степени надо их поддерживать. Но мы понимаем, что для этого нужны деньги. И встает вопрос, что сейчас актуальный, выкупить, значит, и как-то поддержать, это тоже бывает очень важно и очень нужно. Над этим работаю. Но примарно все-таки сейчас инвестировать в проект, чтобы вообще все это дело не, как бы, ну, не затянулось еще более. Вот, что очень важно. Поэтому я уверен, что будет, но когда, я не могу вам сказать, это зависит от, и от того, как запустится, ну, одним словом, от состояния финансовой, финансовой составляющей, скажем так. Вот. Хотя тут есть нюансы. Нюансы. Второй вопрос. Когда будет внутренняя площадка для купли-продажи долей? Я понимаю так, что здесь имелось в виду, что какое-то время я сам вас, покорный слуга, говорил о том, что да, будут, будет внутренняя биржа, будут какие-то варианты. Вот, значит, пошла, головная компания пошла вперед, и она создала и создается сейчас внутренняя, или, скажем, создается биржа платформа, блокчейн-платформа. Скорее всего, она возьмет на себя в какой-то степени роль внутренней площадки. То, что купли-продажи будет, не имеет смысла на это вообще ни энергию, ни время сейчас тратить. Важнее запустить именно, она ничего не даст, если внутри собственного соку крутиться. Это такая, знаете, ну, скажем, неблагодарная, неблагодарная, как бы, деятельность. Правильнее запустить платформу, и это так и делается для того, чтобы запустить платформу Skyway Global Token. Вот, она нужна и как среда для создания автоматизированной системы управления, и она же нужна как среда для финансирования проекта, о которых я там говорил вам. И с другой стороны, в какой-то степени можно будет, наверное, здесь реализовать и тогда уже обмен за счет купли, а потом, как бы, получить деньги за счет купли-продажи токенов. И это наиболее реальное. Далее. Есть ли проект или технологическое решение для продвижения сквозь небоскреб? Ну, имеется в виду высотное здание, скорее всего, наверное, то есть продолжить струнные дороги сквозь небоскреб или большое здание. Да, рисунки есть. Проекта как такового я еще не знаю, но я так думаю, что, скажем, решение будет на трассе, которая предполагается, планируется, проектируется в Объединенных Арабских Эмиратах, городская трасса. Там, значит, 15, по-моему, 15 километров было с 20 станциями. Там, по-моему, есть один вариант. То ли он промежуточный, сначала он будет оконечный, а потом будет, скорее всего, промежуточный. Но такой вариант есть, и они будут обязательно. Причем у нас здесь в Таллине есть несколько проектов, где он не сквозной, и это не небоскреб, а 14-этажное здание. Планируется строительство его, и когда дойдет дело до проектирования, там предполагается, что через, на уровне второго и третьего этажа будет, как бы, сквозной такой коридор для прохождения трассы и осуществления там остановки. И оно будет рационально в технологическом парке здесь это сделать. Далее, значит, а, вот вопрос четвертый. РЦГ фонд, как можно через этот фонд покупать акции? Вы знаете, ну, трудно мне сейчас, не трудно, а, скажем, тут я не готов здесь показывать, потому что я пришел вот буквально несколько или час назад, этот вопрос мне на мой чат наличный. И есть такая возможность, пока не обеспечена, там, достаточным, скажем, документами. Могу одно сказать, что РЦГ фонд и вся деятельность через него, она не является, ее нельзя по условиям, потому что там есть лицензия, и по ее условиям нельзя это делать в открытом, скажем, интернете. А это будет персональный, персональный продажа. Хотя, если вы зайдете в личный кабинет, он у вас есть, вы являетесь инвестором или, или же, значит, партнером, то вы там можете найти возможность проинвестировать через РЦГ фонд. Вот, и купить акции РЦГ фонда, и зная, что за этим стоит. Для, скажем, чтобы запустить более активную деятельность через, могу здесь только вам сказать, что готовится сейчас, практически все документы готовы, только надо определиться, в какой последовательности их запустить, чтобы не путать божий дар с яичницей и не, как бы, не спешить и все ни в одну кучу складывать. Отдельно будет, значит, акция с запуском этого фонда и работы через агентов. Агентская сеть, агент-представители. Я об этом несколько слов говорил в прошлой, какой-то из прошлых вебинаров. Николай, сейчас нужны активные, позитивные люди для продвижения информации о Skyway. Значит, чтобы быстрее пошел на сцену. Правильно, да, и адресных проектов. Дело в том, что с адресными проектами там еще время будет, а самое важное, технологию. Технологию надо довести до конца. Мне очень понравилось, как вот Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор всего этого проекта, он объясняет, прямо, ну вот, можно сказать, разжевывает, вкладывает в рот, что сейчас каково состояние, какова позиция по высокоскоростному. Практически 14-15 этап. Вот я сегодня отвечал там на вопросы в вьетнамском вебинаре, что это зависит, это и остались работы по высокоскоростному транспорту и по транспорту грузовому. Но когда начинали грузовой транспорт проектировать, когда бизнес-план разрабатывался, то тогда еще не знали, что будут ли Юниконты или не будут. Юниконты появились 2 года или 2,5-3 года назад, как таковые. Потому что было принято решение, что это вполне реально, что технология, она может решить эти нагрузки. И все. И поэтому Юниконт, там с 30-40 тонны груза, они спокойно могут быть решены на основе этой технологии движения, транспортной технологии. И поэтому это было принято. Поэтому это сейчас самые важные, самые актуальные темы. И проект будет завершен. Но об этом мы еще немножко поговорим сегодня. Так, Николай Пестов, к сожалению, многие не понимают. и ноют, работают на стороне проплаченных троллей. Ну да, такое тоже есть, конечно. Вы же понимаете, ведь если так вот, ну, немножко, как бы, ну, не буду я сейчас развивать эту тему. Правильно, я согласен с вами, что немногие, а я бы сказал так, так, есть закон статистики, 3-20 процентов, от 3 до 20 процентов. Ну, я так полагаю, 3 процента где-то вот из этих людей таковы. Из 100 человек 3 всегда есть такие. Ну, такова статистика. Поэтому это не типично. В основном люди понимают, и это очень хорошо. И от этого зависит успех нашего проекта совместного. Теперь, значит, к комментариям по поводу аспекта по ответам на вопросы в видеоблоге или на основе видеоблога со стороны генерального конструктора. Хотел бы отдельно прокомментировать все то, что было в связи с пандемией, какие влияния мы ощущаем и что делаем в этом плане. Значит, он очень четко остановился, что, ну, как бы, я комментировал, что сильно на нас это не влияет, но вот надо отдать должное генеральному конструктору. Он очень хорошо разложил. Поставщики. Влияет. Кто наши поставщики? Мы знаем. Предприятия, у которых или они стоят, или же встали, или же они, ну, очень-очень сильно ограничены в своих действиях. Естественно, это в какой-то степени на нас влияет косвенно. Абсолютно. Прямо, может быть, не совсем, но косвенно, да. Потому что мы что-то недополучим там или еще не в свое время. То есть временной фактор начинает опять играть роль. Подрядчики. Подрядчики, которые, например, основные работы сейчас ведутся в Объединенных Арабских Эмиратах, да и не только там, и в Беларуси, они тоже, естественно, подрядившись на работу, они, скажем так, вернули свою деятельность. Но, как он и говорит правильно там, что касается нас, то мы максимально, как бы, сконцентрировались и работы идут. Обеспечивается снижение затрат за счет перегруппировки рабочей силы. То есть были сделаны правильные движения, правильные специалисты, которые, значит, имеют компетенции, были отправлены на работу, значит, вот здесь, как бы, еще раз повторяется этот вопрос, снизилась производительность подрядчиков в шарже, но график работ выдерживается. За счет чего? За счет того, что были отправлены работники, из, которые уже имеют опыт и компетенции, наработали в экотехнопарке, и они поехали, или их отправили, они там работают. Идет анализ производительности, эффективности и так далее. То есть ведется очень не слабая работа, в связи с тем, чтобы обеспечить и сгладить влияние всей этой коронавирусной пандемии, или как ее там называют. Теперь второй вопрос, это ключевые кадры в шарже на стрессе, использующие из числа тех, кто получил опыт. Я уже об этом сказал, и это очень важно. Но наряду с тем, реорганизована работа и в Минске, как он сказал, и это тоже очень важно. Режимы выдерживаются, и это ценно. Теперь четвертый пункт, это 950 метров, самая длинная трасса в экотехнопарке, не предусмотрен для максимума, когда речь шла о скоростях. Самые, как он сказал, достигнутые стабильные скорости, самая высокая, это 103 километра в час. Но средняя, это 90. Для того, чтобы до 150 разгонять, нужны трассы больше километра. И это будет обеспечено в первую очередь в шарже. Так что к этому тоже процесс идет. Теперь далее. Почему важно иметь все технологические решения в действии, как минимум в экотехнопарке или инновационном парке? На этот счет Юницкий правильно говорит, но тут никакого сомнения. Что сомневаться? Тут так и есть. Покупателю технологии, он там приводит целый ряд примеров. Очень важно убедиться, что технологические решения работают именно в таких условиях, которые он собирается их купить. Если это, скажем, пустыня, то в пустыне. Если это тропический режим, то в тропическом. Если это пустыня, где песок, в песке, с ветром и так далее. Если это на севере, то в северных условиях. Тогда надо, соответственно, показывать в Минске или еще где-то. По крайней мере, доказывать, что это все работает. И поэтому это очень важно, в каких условиях, в каких использоваться и уже действовать. Но надо показать. И это касается, в первую очередь, высокоскоростного. И это касается, естественно, и городского транспорта, когда заходит речь о том, что, ну ладно, а все-таки достигает ли он у вас 150 км в час. Хотя все понимают, что средняя скорость движения в городе все равно она будет где-то 90, 100, 110 км. И межгород уже можно рассматривать как трассы со скоростью движения 150 и выше км в час. Вот. Теперь, значит, что дальше? Покупатель получает представление о степени готовности изделия. И правильно приводится абсолютно хороший наглядный пример, как с автомобилем. Что человек покупает автомобиль тогда, когда он увидит, что он действует. Это все касается и наших условий. Поэтому, естественно, я опять убеждаюсь в том, что, чтобы прийти к завершению проекта, нужно завершить все его основные элементы. Инженерная часть подготовлена. Нужно в финансировании, отработке технологий на реальных трассах. Да, об этом мы уже тоже говорили. Имеется производственная составляющая. То есть инженерная часть подготовлена, но нужны трассы. Трасса высокоскоростная, но она не только высокоскоростная, поскольку она более 20 километров, то на ней есть участки, и на ней уже есть возможность досертифицировать определенные элементы уже существующих транспортных решений. Это городской транспорт, в первую очередь. Во вторую очередь, и грузовой транспорт. Они тоже требуют более длинной трассы. Потому что иначе, ну, как бы не завершить эти сертификации, которые все равно потом придется в какой-то части или в каких-то частях по решению этих проектов досертифицировать. И теперь следующее, значит, чего в бизнес-плане не было. Не было Юниконта, то есть это, значит, контейнеровоза, вот, который требует как минимум 2,5 километра трассы. Менее его не сделаешь. Вот. За счет Шарджи, 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 это можно будет решить. Не было там Шарджи, как такового, инновационного центра или парка. И высокоскоростной трассы там, это абсолютно новое. Ну, и Юниконт второй раз, значит, я повторил, как сам по себе Юниконт, как таковой. Инженерная часть подготовлена, нужна финансирование, отработка технологий на реальных трассах. Это уже повтор, как бы, но он уже с другого бока об этом говорил. Но тут очень важно иметь, что имеется производственная составляющая, то есть производство транспортных средств и узла мотор-колесо, которые являются к ним основным узлом. И это очень важно. Когда показываем, мы показываем, или когда показывается заказчику, потенциальному заказчику, что видите, что мы не будем из каких-то там с рынка собирать чьи-то другие, другую, чью-то другую продукцию, а все, что мы основное декларируем, это у нас у самих производится. И это очень сильный аргумент. Поэтому производство, которое создано в Белоруссии, в Минске, и частично это экотехнопарк, это очень важная составляющая, которая по бизнес-плану абсолютно выполнена. В инновационном центре, и вот что еще хотелось бы еще раз об этом сказать, что в инновационном центре все в три раза дороже, как он говорит, и времени нужно в несколько раз больше. Почему? Потому что там совсем другой режим работы, совсем другие расценки. Он там приводит хороший пример, что если мы говорим о реализации, допустим, высокоскоростной трассы Белоруссии и Мариной Горки, то там можно работать и в три смены, и в выходные, и в праздничные дни. То есть за счет таких вот движений, первое, чего нельзя сделать в другом месте, в той же самой Объединенных Арабских Эмиратах, то есть там просто это не принято. Это первое. Второе, это то, что расценки совсем другие, по материалам, по многим составляющим. Вот это очень важно. Но важно то, что нужен опыт работы именно там, именно там, вот в этих условиях. И как он и отвечает сегодня, вот видео, которое перед нашим вебинаром показывали, там он очень четко говорит, что те строители, которые сейчас строят, они практически являются как бы основным костяком для будущих строительных проектов именно там, на месте. Они компетентны, они знают, что как делать, они уже набили те шишки, которые можно было и не набивать, но они набили их, и они знают, чтобы, как говорят, больше не наступить на эти грабли, и так далее, и так далее. Это очень важно. Теперь следующее, дорогие друзья, что я хотел еще вам показать. Вот, видите, есть таблица 6.3, программа производства и реализации услуг, значит, пессимистический сценарий по бизнес-плану. Я часть закрыл, но я вам показал высокоскоростная трасса. Мы все привыкли говорить об оптимистическом сценарии, но бизнес-плане надо отдать честь его одному из его авторов, это, или основному автору и генеральному конструктору. Было предусмотрено, что, да, возможны сдвиги по высокоскоростной трассе. И вот она, проектирование ее. 2019 год, полтрассы спроектировано. Значит, проектирование 2020 год одна. То есть, до конца этого года практически одна трасса спроектирована. Скажем так, что мы сегодня можем сказать, что по пессимистическому сценарию мы даже идем с опережением. Почему? Потому что практически спроектирована одна трасса, ну, скажем так, она не привязана. Ее основной проект есть, но его надо привязать. И она тогда будет спроектирована, если она будет привязана. Если бы это было Белоруссии, то там надо было бы привязать Белоруссии. Сейчас это привязывается к условиям Объединенных Арабских Эмиратов. Строительство должно было начинаться, или могло быть начато, вообще в 2021 году. Но сдается мне, что строительство высокоскоростной трассы вполне может... И тут только на одну треть построено в 2021 году. И на 0,7 построено в 2022 году. А по тем, как бы, наметкам, которые сегодня есть, вполне реально, что в 2021 году она будет построена. Как я в прошлый раз показывал, что может быть, что на это нужно с момента, если это начинается в апреле месяца, то нужно 4 квартала. Это значит 12 месяцев тире... Там так можно считать от 10 до 15 месяцев. Поэтому это тоже в рамках, к сожалению, пессимистического сценария. И это очень важно, что это предусматривалось. И, скажем, но, к сожалению, значит, примерно к этому мы пришли. Но хорошо, что не хуже, чем это. То есть, в данном случае мы идем рядом с теми наметками, которые были в бизнес-плане. И это говорит тоже уже о профессионализме. Так. И теперь следующее, дорогие друзья. Завершаем. Мы полчаса с вами проработали. И я просто напомню вам, что делать-то. То есть, опять-таки, напоминаю, какой свой вклад в общее дело я еще смогу сделать. Что я могу сделать? Я могу переговорить с людьми, посмотреть, найти этих людей, новых людей, с кем я перебору. Как я это сделаю? Я пройдусь по своим каналам, по своим записям. Сделаю первую селекцию. Я им позвоню. Я с ними встречусь в видеоконференции. Когда? Запланирую, посмотрю. В течение следующей недели. Какой ресурс я для этого имею? Я имею компьютер. Я имею массу информации, которая есть на нашем сайте, которая есть у меня в личной квинете. Плюс есть специальные ролики, которые я могу использовать. Не надо перегружать человека. Об этом очень хорошо говорит Франтишек Солар. Кому это интересно. Что и как делать? Какой ресурс? Я имею ресурс объяснений наших специалистов. Франтишека Солара, Алексея Суходоева и других. Все это есть. Это мой ресурс. В другом проекте этого не имел бы. Понимаете? И что мне еще для этого нужно? Посидел, подумал, нашел. Ага, что-то еще нужно. Нужно, наверное, что-то самому изучить. Что именно? Может быть, я не разбираюсь технологий. Может быть, я не знаю историю еще этого проекта, о котором мне, вероятно, и спросят. Нашел что? Как я это сделаю? Не знаю. Ну, не знаю что-то из технологий. Или же мне не надо основательно знать. Или не знаю, может быть, о пакетах что-то. Как? Когда? Какой ресурс для этого имею? И так далее. Таким образом, по этому кругу я и работаю. Это колесо так называемых вопросов, которые полезно использовать. Поэтому сейчас я завершаю наш сегодняшний вебинар. Желаю вам доброго здоровья. Вот. Там вопросов больше нет. Вот. Мне понравились сегодняшние, значит, комментарии, которые здесь, прямо здесь в рабочем чате были. Или сейчас посмотрю, может быть, я туда смотрю еще. Да, нету. Поэтому желаю вам доброго здоровья. Берегите себя. Желаю, пожелайте здоровья Анатолию Даровичу Юницкому. И строим сковей. Ведем свой проект. Строй сковей. Спасай.